Я даже не помню. У нас было много шоу. Может быть, ты помнишь? По-моему, 21 шоу, так как у нас 21 песня, на каждое шоу по одной песне. Легко запомнить. Тур начался, если я правильно помню, 9 января, и закончился он 3 февраля. Набург. И как он? Я не знаю, но по-моему там живет всего около 300 человек. Ага, и 200 из них пришли на шоу. Нет-нет, конечно, это Кёльн, где мы записали DVD. Зал был круто технически оснащен, было очень много огромных массивов видео и аудиотехники, и все это, конечно, выглядело чрезвычайно захватывающим. Это на самом деле каждый раз одинаково на автомате, потому что я очень нервничаю перед каждым шоу. Я просто хожу по кругу, потому что я реально очень нервничаю. Да, но это все моментально проходит, как только я выхожу на сцену и слышу, как люди кричат и приветствуют. Это действительно каждый раз крутой момент, но часа за два до этого я не могу чем-либо заниматься. Я думаю, что большинство людей знают тексты лучше, чем я, потому что сейчас у нас порядка 8 альбомов и так много треков, что это не так-то просто запомнить все тексты. Если исполнять одну песню слишком часто, то очень быстро надоедает, но иногда ты можешь забыть о каких-то реально крутых песнях, и когда ты их исполняешь на сцене, то это звучит так, как будто это глоток свежего воздуха от тебя. Да, и мне кажется, что очень важно найти именно правильное сочетание треков. Если ты будешь играть только старые треки из прошлого, то это быстро наскучит. Если играть только новый материал, скучно будет фанатам, так как они хотят услышать что-то из старого. Да, я думаю, что нужно подбирать правильное сочетание треков. Вот почему перед каждым туром мы задолго до его начала готовим сет-лист для каждого шоу. В основном энергия черпается от зрителей в зале, потому что люди натурально сходят с ума. Ты это ощущаешь на себе, и неважно, как ты чувствовал себя до этого, настроение реально меняется. А ты, Рик? Да. HP воспламеняется сам по себе. Ну да, но меня на самом деле не смущают эти пероэффекты, потому что ты весь в песен, тебе нужно взаимодействовать с толпой, и все эти взрывы вокруг ты просто не замечаешь. Единственное, когда я нахожусь рядом с огневыми пушками, то ощущаю небольшой жар, но в принципе не более. Много, да, много. Мы столько за весь тур не зарабатываем, сколько тратим на пиротехнику. Да, больше тратим. На этот раз с нами Там и Ивет из Голландии. Они из Роттердама. Мы работаем с ними уже около двух лет. И да, они очень хорошие танцоры. Они немного сумасшедшие. Вообще у нас нет постоянных танцоров. Мы их иногда меняем, потому что это зависит от времени и их формы. Каких текстов? Да, иногда я воодушевляюсь другими МС, а иногда я просто думаю о каких-то необычных фразах. Потом мы обсуждаем их с Риком. Порой мы берем что-то из интернета. Вдохновение. Да, вдохновение, конечно. Вообще мы всегда стараемся записывать специальные миксы. С одной стороны мы играем наши стандартные треки. С другой стороны мы делаем специальные лайв-версии для шоу, которые вы можете услышать на DVD. Миксы из двух-трех песен. Порой мы включаем какие-то отрывки из Extended и Club версий. Сингловые версии. Таким образом мы хотим достичь нового звучания и чтобы это было неожиданно. Немного выпиваю, курю и немного расслабляюсь. Я одеваю ее на первые две или три песни, потому что да, это было бы жарковато, если бы я был в ней во время всего шоу. Поэтому она только в начале, чтобы добавить разнообразие во внешнем видео во время шоу. Это основная проблема во время тура, потому как обычно после второго шоу мой голос пропадает. И это как порочный круг. И каждый вечер я не знаю, каково будет его состояние перед выходом на сцену. Но вообще-то он всегда появляется. Мисс Филэнд, ой, миссис Филэнд, наша уборщица. Да, но вообще в посы и в рэмп звучит мой голос. Мой ужасный голос, но это сработало. Только когда он запитчен, да. Да-да-да. Сейчас я тебя запитчу. В Нессайя моя прекрасная женщина, это ее голос. Это Мюллер. Кто такой Мюллер? Это наш личный ассистент и охранник. Третий танцор, наверное, да? Да. Да, да. Я думаю, что HP играет дольше, чем я, но у меня больше практики. То есть ты хочешь сказать, что ты играешь лучше? Нет, нет. Ну, много лет назад я хотел стать гитаристом и вообще не преуспел в этом. Но моего опыта хватило, чтобы, в принципе, делать мою работу. Изначально этот трек планировался новым синглом после рэмп, но потом у нас появился проект 3AM с треком Нессая, и нам очень понравился этот трек, и мы обсудили, что именно он будет новым синглом после рэмп. Я думаю, он более энергичный, и если сравнивать эти треки, то у Нессая больший потенциал стать хитом. Он нам нравится больше Хабанеры. Хабанера — это крутой лайф-трек, но он очень жесткий и мощный, но в качестве сингла Нессая лучше. Нет, мы не расслабляемся. Мы начали работать над новым материалом, над новыми синглами, и, в принципе, только время покажет, когда мы закончим. Мы уже закончились. Мы уже закончились.